Брызги скорости настоящий командный дух. В Казанской школе Олимпийского резерва по водному полу идут полноценные тренировки. Все спортсмены подростки, которые уже давно решили, что это их вид спорта. Скорость игры это довольно красивый вид спорта. Вот недавно ездили, третье место заняли. Причем водное поло под силу и слабому полу. Настя Закирова единственная девушка в этой команде. Пришла сюда, когда увидела выступление отца на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Я тоже захотела начать играть. После чемпионата мира интерес к водным видам спорта возрос, количество детей увеличилось. И кроме того, что этот спорт развивает физически, исплачивает командно, он же помогает ей расти профессионально. Ведь именно из этого бассейна многие уходят и в большой спорт. Хочу искренне поздравить вас с великолепным завершением сезона. Рустам Иниханов чествует гордость республики. В интерпольную команду «Синтез» именно сюда стремится попасть талантливая молодежь, чтобы стать лучшими и в профессиональном спорте. Как «Синтез» по итогам года лучшая команда страны. Мы верили в вас, в вашу победу, и вы полностью оправдали наше доверие. Вы прославляете нашу республику. Они становятся лучшими не только на российском, но и мировом уровне. Ватерполисты успешно выступили и в Евролиге чемпионов. Турнир не завершился из-за пандемии. Конечно, хотелось бы, как говорится, на поле выиграть, но что есть, то есть. Решение принято, чемпионство признали. Но наша задача только остается подтвердить это звание. Символично, что сегодня сам клуб отмечает 45-летие и подводит итоги не только этого сезона. На протяжении полувека идти к чемпионским титулам им помогает руководство республики, группа компании «Таиф», в частности, «Казань-Орксинтез». Они так же, как и вы, были всецело нацелены на победу. Кроме ватерполистов, награды получают и прыгуны в воду. Они завоевали 9 медалей на международных соревнованиях. Из них 5 – золотых. Мы успели съездить до коронавируса в Канаду на мировую серию. И у меня было успешное выступление. Так, татарстанские спортсмены в водных видах снова сильнейшие в России. На результат работает и наследие, универсиады и чемпионаты. Только бассейнов в Татарстане – 237. Руководство республики все делает для того, чтобы спорт у нас здесь развивался. И если бы этой поддержки не было, то у нас бы, наверное, не было бы таких грандов в каждом виде спорта, таких как «Синтез». Впереди у грандов очередной чемпионат России. Он стартует 11 сентября. А уже в октябре – квалификация на Еврокубке. Рамиш Хайдуль, Нарина Цафин, ТНВ, Казань.